всех моих вещей, вот я, то есть, я уезжала 100%, вот это тоже важно, не бывает на 99 перейти океан, да, или ты на 100 прыгаешь, ну нету назад дороги, нету, все, я прям вот с этим чемоданом все, и буквально на треть, и это Хэллоуин, там много друзей, там много детей, и мне Илон говорит, прям с самолета, Таня, ты сегодня выступаешь с мыльными пузырями, у нас 100 человек друзей, и прям вот ты делаешь грандиозное шоу, я говорю, как, мне же там надо замесить все рецепторы, все температуры, мне дают целый ресторанчик, повара, и я все начинаю, это там, это коллаборацию, все, выступаю шикарно, и мне на третий день, она говорит, ну все, дорогая, хватит отдыхать, вот у тебя центр, эко-аватар, все с нуля, весь построен, говорит, давай там, делай праздники, делай школы, делай танцевальные кружки, все, и я прям с нуля, новая страна, новые деньги, вообще новые люди, представляете, я прям, прям вот стартанула, мы прям жили там буквально, да, это было очень круто. Ну вот по финансам, ты вложения делала свои? По финансам я прилетел туда, и мы договорились, что я как предприниматель, да, я даже иду не в найм, а я как собственный, ну, на процентные ставки, как у меня, типа, свое дело, да, и мы договорились о процентной ставке. Да, я через неделю сразу же делаю презентацию, открытие, что у нас и преподаватели русского языка, что у нас и танцы, что у нас рисование, что у нас бассейн, что у нас Новый год, елка готовится, что у нас праздники дни рождения будут крутые именно, да, с бумагой, с пузырями, вот все самое такое классное. Вот, и все, и у меня в первый месяц у меня был достаток уже 1350 евро. Ну, это космос, это космос, потому что вообще средняя там зарплата 1000-1200, а я не знаю страны, не знаю языка, вообще не знаю ни одного человека. Вот, знаете, как в кубике-рубике стало все складываться. Звонят знакомые, говорят, о, у нас по литературе лауреат, говорит, вот, прям сейчас живет наша мама на Тенерифе. Я такая звоню, говорю, реально лауреат? Да, по литературе. Будете преподавать? Буду. Я говорю, танцор, он там в Москве, да, выступал, сейчас приехал на Канары. Я звоню, говорю, да, вот, прям самый лучший из лучших самородочки. У меня были программы на день рождения, да, там, вариант такой, вариант такой, вариант такой, разная тематика. Ну, в общем, это вот как закрутилось, знаете, стоит сказать только да, и вот все паздывают. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот, и пошли новые знакомства, да. А клип, это больше русскоязычное, да, или испанцы тоже заказывают шоу? Да, поначалу было русскоязычное, мы ориентировались именно на русскоязычных, вот. А потом уже стали узнавать испанцы, и мы уже стали приглашать аниматоров на испанском, да, и уже кухню их повар тоже стал делать, и паэлю, вот, знаете, красивую. И площадка у нас была там шикарная, с драконами, там, с бассейном, там, такая греческая территория, да. И у нас там веревочный парк был, что было очень оригинально, но на тот момент это была декозинка. Вот, и у нас все совпадало, и шоу-программы, и площадка, и деликатеса от повара, ну, в общем, намбер-ван, да. Так прям грандиозно, по-крупному. И со временем у тебя уже расширяться стало твое агентство, уже новые артисты, да, уже стали присоединяться. Да, получается, мы больше даже еще и стали делать индустрию как каникул, да. С России на лето стали приезжать, и мы стали вожаты, стали лагерь делать, пижамные вечеринки с ночевкой, вот. И у меня уже стали появляться мои клиенты, потому что у всех по двое-трое, а на Канарах бывает и по пять деток. Они стали уже, конечно же, интересовались, как провести день рождения. И, конечно же, в Аватаре, конечно же, организатор Танюш Хлевышко. Вот, и у меня уже появились свои клиенты. И тогда они уже стали говорить, а вот мы уже в Аватаре проводили, а можно нам на своей вилле, а можно нам в ресторане, а можно вообще как бы на севере, а не на юго-острове. Ну, конечно, я всем возможностям говорю, да. Я стала выступать уже по всему острову, да. Здорово. А потом еще и присоединились, помимо детских праздников, я так понимаю, что и дни рождения более взрослых заказчиков, и свадьбы. Я в своем ролике, промо-ролике, который я опубликовала, я там видела шикарные вот эти кадры, молодожены, вот эта арка красивая свадебная. То есть ты проводишь теперь еще и выгнг-специалист, да, по свадьбе? Да, 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 да. Да, у нас команда вообще лучшая из лучших, да, и фотографы, и тортоделы, и регистраторы, да, уже вот собрались прям самые топовые, да. И свадьбы, и дни рождения, и Новый год, и знаете, даже многие приезжают отдохнуть, мы делаем программу отдыха, да. Какие экскурсии, какие рестораны, день рождения, красиво встретиться аэропорта, да, с розыгрышем там, с красивой подачей. Вот на все случаи прокатиться на вертолете, сделать лавстори, красиво по берегу океана, да, то есть мы знаем все локации, где это можно, где можно выездную регистрацию сделать, с каким рестораном, то есть мы уже сотрудничаем. И сейчас стали обращаться и испанцы тоже, да, вот такие уникальные у нас шоу-программы, вот, и стали захватывать корпоративы. Вот я рассказывала же про Газпромовскую, да, одну из первых на корпоративы меня пригласили, испанская компания, называется BP, но это как у нас Газпром. Они позвонили, я как-то приезжала, у нас открылся новый отель, знаете, так красиво, прям Гранд Виктория называется, там прям на самой крыше такой, знаете, этот бассейн, который прям над обрывом. Внутри так все прям шедеврально, по последнему лоску, прям спа, там, детский аквапарк, ну фэшн, фэшн. Он находится на Дель Гюке, в самом таком, ну, как вот рулевка, да, в дорогом районе. И я как-то была на шопинге, смотрю вот на него и такая думаю, придет время, и я буду выступать в этом отеле Гранд Виктория. Вот у меня вот есть такое, знаете, вот как вот, ну, приходит мысль, да, визуализация, мышление, и вот у тебя прям, вот это будет. И вот у меня вот, вот так вот прям случается. И мне звонят корпоратив, компания BP, я уже такая, о, здорово, классно, готовлюсь, там, платью, музыку, раствор, и все это репетирую. Я говорю, а где локацию? Пришлите локацию заранее, чтобы продумать, там, с парковкой, все. И мне присылают геолокацию. Аня, как ты думаешь? Ну, конечно, то, что ты и хотела. У меня только Гранд Виктория, прям Гранд Виктория. У меня телефон чуть не выпал из рук. Вот это ощущение счастья, его просто не передать. Я прыгала там, плясала, знаешь, вообще. Смотрю Гранд Виктория, точно, открываю, прям вот все. Там, вот знаете, там вот настолько это вот, как фильмы посмотришь, да, как в Европе выступают. Я заехала, мне там мой номер машины, фамилию, все, я заезжаю с помощником заранее, все это регламентируется. Мне присылают, что можно, что нельзя делать, ну, там, да, типа с огнем нельзя, это можно, там, выступать площадкой, когда подъезжает вот эта тележечка, знаете, куда вот ты складываешь свои, вот там уже встречает такой тебя в этом бабочке, уже такой красавчик испанский, да. Он уже берет реквизит на эту тележку, ставит, как в Голливуде, тебя через вот эти вот, проводят такими лабиринтами просто уникальными. Туда попасть вообще, ну, как бы не попасть, да, через эти лифты, вот эту вот всю гримерочку, всю показывают. Я выступала на испанской публике и до сих пор, знаете, они вообще в шоке. Они никогда не видели в 15-метровых вот этих вот пузырей, вот это погружение в мыльный пузырь. Они настолько благодарная публика, просто вот, знаете, наши русские как бы, они много так избалованы уже, да, роботы, бумажная, золотая бумага, там, Диснейленд, игрушки, там, да, фотозона. А испанцы, они настолько вот, они еще вот прям, ну, ничего не видели, да, у них есть там аниматоры свои программы, приходит какой-то вот у них там фокусник, и он практически одинаково, да, на всех праздниках. А тут, представляете, и вот один маленький пузырь выдаешь, а там аплодисменты, там вроде еще ничего не показало, еще даже аквариум не надувал, еще больших не видели. Но когда были большие пузыри, это все. Когда я погрузила одного в мыльный пузырь, потом еще пошли, это все, это камеры, вот так ты чувствуешь себя вообще на триллион долларов. Но самое мое бомбическое выступление это на карнавале, это вот самый красивый карнавал после Бразилии, куда съезжаются вообще триллионы туристов со всех уголков мира. Там очень дорогие спонсоры, там как Макдональдс, там как Паровский, да, там платья королевы выбирают такое, там по 200 тысяч только эти платья все переливаются. Там год готовятся, представляете, там сняты все отели, около 200 лайнеров приезжают. Проходит карнавал на Тенериеве? Он всегда по-разному, но примерно в одно время, февраль, начало февраля, середина, конец, вот это время. И у меня снова удача, у меня подруга, она поет, танцует, и она там выступает. И такая, Танюш, вот бы, а я прям, думаю, вот бы выступить на карнавале, ну это же вообще-то весь мир убить. Это будет меня заказывать по всей Европе, однозначно. Вот у меня такое прям ощущение было. И мне подруга пишет, я выступаю на карнавале, мы будем прям с нашими там танцевальными шествия идти, будем петь, танцевать, та-та-та-та-та. Я говорю, класс, слушай, как попасть, я хочу. Она говорит, да как же попоешь, год назад мы бронировали, вот через неделю карнавал. Я говорю, ну что же делать, ну вот так хочу, так хочу. Я говорю, слушай, у меня идея, давай мы будем петь, танцевать, а ты будешь пузырить. Это же идеально. Она говорит, я говорю, да, у меня уже и музыка будет, и танцы вокруг, вот этот вот движ, да. Потом я думаю, как это техническо сделать-то? Ань, ну и как, мне же надо, а там, получается, мы идем, да, там такая кабалькада, и вокруг люди. И там как, вот знаешь, на 1 мая, вот у тебя такая огромная улица, и ты пойдешь, мне же надо, чтобы пузыри-то ехали, понимаешь. Мы, я нахожу итальянского друга, у него как раз машинка для вот показа, демонстрации острова, открытая такая. Я говорю, все, оформляем ее цветами, очень красиво закупаем с дизайнерами. Я беру, покупаю ванну вот такую на 200 литров, как не показать ее прям огромную. Туда, химичу этого раствора, там два дня вот так это все мешаю, все готовлю. Говорю, так, чего-то не хватает, надо еще вот этих вот моих Микки Маусов. Моим друзьям, говорю, хотите прям пройти в Кавалькаде, представляете? Говорю, такой шанс на весь мир, говорю, в костюмах, красиво. Они говорят, да, хотим. В общем, трое моих друзей наряжаются в этих Микки Маусов. Это круто. Мы садим водителя, он такой, знаешь, как типа испанский вариант, у него шляпка такой, он такой синьор. И я пузырю. Это было вообще. Вот это самое, наверное, самое крутое вообще мое выступление вот за всю жизнь. Я думала, я вот просто, глаза, знаете, устают от вспышек. Это тебя прям люди стоят, телевизионные камеры всех каналов, Италия, Испания вообще. Это было очень круто. Вот это вообще, вот я всем артистам, если кто сейчас, да, ведущие артисты, вот именно испытать это счастье, да, выступить на таких грандиозных площадках. Ну, это похоже, как карнавал в Бразилии, да, в Рио-де-Жио. Да, вот получается, в Бразилии идет первый, а на Тенерифе идет второй в мире, да. Всего два таких фестиваля или еще где-то в каких-то странах проводят? Вот самых значимых всего два, да, в Бразилии и на Тенерифе, да. Тенерифа настолько уникальны, очень много, вот вулкантейда, да, и гольфные площадки, и лето круглый год. И, конечно, вот жить и заниматься любимым делом – это большое счастье. Да, я была на Тенерифе, я была в октябре, вот, 19-го года, мы ездили с моей дочкой, правда, мы в рамках круиза там были, и мы купались у вас там, да, вот этот черный песок вулканический, да, я просто куповал. Вот эти красивые скалы, мы были около вашего концертного зала, концертный зал Тенерифа, так называется. Танта Крузия, да. Камни, и на камнях нарисованы все лучшие мировые звезды рок-музыки, поп-музыки, да, там Элвис Пресли и так далее. Я тоже была поражена. Как так, это прям вся вот эта набережная, да, за концертным залом в этих изображениях, и один в один. Это вот интересно, такие художники такого высочайшего таланта, да, то есть они не жадничают, они делятся тоже своим искусством, да, и мы приезжаем, и просто такие глазки у нас были, а потом пошли мы еще купаться. Ну, немножко там скалистая, скалистая местность была, но зато нам очень понравился парк Пальм. Там как раз вот рядышком с этим пляжем был парк. Вставлены все пальмы мира, то есть все виды, тоже очень здорово. И мы увидели там свадьбу, как проводится свадьба. А так как я ведущий, да, человек из wedding области, скажем так, и мы увидели роскошный бассейн, роскошная площадка, вот эта красота. То есть это вообще не соизмеримо с нашими свадьбами. Я увидела, неужели там невеста с женихом сейчас появится? И да, 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 я такая, ну это классно. Короче, я обещаю, ребят, всем, кто посмотрит этот эфир, на днях я выложу видео как раз с Тенерифой, как проходила свадьба. Ну, немножечко я так подглядела, маленькое будет видео тоже, очень красиво. Свадьба, конечно, это мечта. Это любой, любой месяц, да, потому что у нас в России как, да, три месяца лета, да, и потом весна, осень и зима. То там вы можете в любое, и в декабре приехать, мы организуем шикарную свадьбу. И январь, февраль, и март, и плюс еще такой романтический совместитель, именно романтическое свадебное путешествие. Да, так, ребят, вот смотрите, все возможно, билет не так уж и дорого стоит на самолет. Есть уже специалист Татьяна Хлебушкина, которая нашим молодоженам будущим, можно даже свадьбу здесь сыграть, ладно, а туда приехать на класс. А туда приехать на свадебное. Ой, Индирочка, у нас большой привет всем нашим драгоценным зрителям. Всех приглашаю на Канарские острова, организовываю праздники. Да, и юбиляры то же самое, юбиляры. Опять же, те же самые годовщины, годовщины свадьбы. Да, серебряная свадьба, там, какие-то они там бывают разные. Конечно, предложение руки и сердца, Новый год. Ведь у нас так красиво, когда Новый год люди со всего мира приезжают. У нас так украшают красиво. Все магазины, улицы такие, вот знаете, Мэри Крисмас, все в огоньках. Вот эти вот стоят красивые изображения. Вот действительно, я всегда говорю, Канарские острова, вроде они так, знаете, маньяна. Типа все завтра, не торопятся, копейек вот этот вот, да, Канарские любимые. Работать они вообще, в принципе, не любят. У них сиеста, у них маньяна, им надо днем еще отдохнуть. У них постоянно праздники. Ты выходишь из дома, то праздник лошадей, лошади вот так вот, причем самые элитные. Они их в океан, ну, как бы, да, освещают. То румрия, быки вот так вот раздают вино, мясо, праздники, да. То Новый год три короля, ну, вот то карнавал. Мне такое ощущение, что испанцы, они реально, они только празднуют, отдыхают. И думаешь, откуда деньги берутся? Хорошие дороги, да, такие там яхты, такие отели шикарные, да. Ну, просто настолько развилки, дороги. Так все это грамотно продумано. Потому что реально люди всего мира ездят, итальянцы, англичане, немцы, русские, поляки. Ну, все люди всего мира приезжают именно как на курорт отдохнуть, позагорать, увидеть дельфина, да. Увидеть вот эти вот шикарные пляжи ЮНЕСКО, да. Покушать вот это настоящее морепродукты. Посмотреть, как испанцы живут безразмерной жизнью. Потому что в России действительно вот галопом, мы же вот бегом-бегом, конкуренция, новые проекты, деньги, дети, смартфоны, дольфи-габаны. Там у тебя есть сланцы, у тебя есть платье, у тебя есть солнце, у тебя есть чашечка кофе, венцо, друзья, танцы, румари. И вот это вот настоящая жизнь, именно жить вот, да, в моменте. Поэтому праздники там вот прям идеальны, да. В любое время года открыть календарик свой, вы хотите туда посмотреть, какого числа, какой праздник на Тенерифе, и отправиться сразу туда. Да, причем многие думают, что это дорого, это вот как еще 90-е годы, да, это только вот с цепями, такие новые русские там, да. Ребят, реально, если найти, взять чартер, можно очень хорошие подобрать билеты, можно отправиться туда круизом, да. То есть вариантов, вот для вас возможности триллион. Можно не снимать отель, а забронировать апартаменты. У моих друзей очень много своих апартаментов, да. Покупать там в Меркадоне натуральные только фрукты, там манго, маракуйя, и питаться морепродуктами, деликатесами дома на сковородочке. Вот так вкусно, аппетитно все это приготовить. Поэтому это вообще, да, очень-очень даже доскидно. Да, реально, и вот еще, я такой, Наталья, хотела вопрос, я вот тут... Да, какие у нас там вопросики, как бы эфир у нас, да, не резиновый, хочется ответить. Уважаемые гости, вы можете написать свой вопрос, и Татьяна в конце нашего эфира, надо, кстати, посмотреть, или таймер поставить, чтобы не пропустить, чтобы еще сохранить все это. Да, 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 эфир века. Приз будет за самый классный вопрос. Я вот тут выписала четыре вопроса, которые задавали в комментариях и в торе. А мы озвучим обязательно их. Ну и такой вопрос, Танюш, еще. Ты пускала пузыри в передаче «Орел и решка», я прочитала. Да, 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 да. Это тоже прям, я считаю, прям такой подарок судьбы. Я очень люблю эту передачу, я люблю путешествия, я люблю именно вот формат этой передачи «Орел и решка», да, как можно отдохнуть, один приезжает там с серо-серу, да, динейро, другой с бриллиантовой картой, как можно шикануть там в разных странах, да. Действительно настолько разнообразно и круто можно отдохнуть. И вышел новый формат, приезжали семьями. Мама, папа и ребенок, да. Одна семья богачей, одна семья вот именно, которая там у них там 100 евро у них выпадала. И у меня звонок, обычный день, канарский, солнечный, с чашкой кофе. Звонок, алло, дрын-дрын. Татьяна Хлевушкина, да. А вы артистка оригинального жанра шаумальных пузырей? Да. А вы знаете передачу «Арел и решка»? Я, да. А вы хотели бы выступить? Да. А вы будете свободны? Да. Да-да. То есть я уже чуть-чуть не одеваю там платье, все, готово. И очень круто, да. И я выступала в этой программе. И еще также у меня была с Анной Седоковой. У нее было, как же, что-то вокруг света во время декрета. Тоже такой же звоночек. Мне звонят, говорят, знаете, певица Анна Седокова, я бы, конечно. Конечно, они говорят, вот у нас программа, хотели бы вы попузырить с нею. Я говорю, да-да-да, еще раз да. Какого числа пишу в блокнотике. Ну, то есть вот подарки судьбы, да, я называю их подарками судьбы. Да. Очень круто. Я думала, она такая, знаете, вся помпезная, важная, такая модная. Она такая классная, она такая открытая, она вот как ребенок. Вот мы прямо на одной волне. Она вышла, вообще наехала с вулкана Тейли, вообще в халате с этим, с бруктербродом и с Макдональдсом, потому что у них съемки, у них же иди кто-то, дыри-ли-ли, дыри-ли-ли. А я такая, выходит за два автобуса, у нее там съемочная группа, парикмахеры, визажисты. Она такая, ну, вкусный какой, говорит этот, ну, Макдак, да, и говорит, именно с такого сейчас вулкана Тейли, до такого места приехали. Ну, давайте начнем там пузырить, пузыри, и для ее прям вау, круто. У нас там фотографии с ней есть, она там переодевалась триллион раз, ее там марафетили. Вот, ну, прошло очень все круто. Да. История. Копилка этих впечатлений из взаимодействия со звездными личностями, конечно, огромная. А там тебя именно программа, съемка в программе «Орел и Решка» сподвигла тебя еще присоединиться к круизному международному американскому клубу «Инкрузис». Вот такой вопрос я дадам. Не было ли это тоже напеком, и ты сказала «да» в очередной раз? Да, да. Я реально, как в фильме, всем возможностям говорю «да». Знаете, как получилось? Пока я приехала на каникулы, да, к своим дорогулечкам в свой любимый Магнитогорск, Родина, вот. Ну, там, горнолыжка, шашлычки, баня, все по лучшим традициям. Я встречаю свою дорогую любимую подругу, в которой мы делали все проекты. Она дизайнер, Лилечка Райс. Я делала все праздники, мы всегда вот на всяких этих фэшн-индустрии все вместе. И она такая с чемоданчиком, мы, я говорю, ну, все, встречаемся. И мы с ней в чечках-бречках, в ресторанчике, значит, чашку кофе. Она говорит, давай сегодня, потому что я завтра улетаю. Я говорю, как? Я прилетела, как? И мы встречаемся в чашке кофе, и она такая с чемоданчиком. Я завтра в круиз, там, 5-6 стран. Я говорю, да, реально? Это все возможно? И, то есть, я прям такая, я люблю путешествовать. Классная компания, европейская. Я видела, как эти круизы на Тенерифе вот так проходят. Я думала, это дорого, как, вот, знаешь, круче Макдаки только могут позвать. Но когда я увидела, моя Лилечка, дизайнер такая, поехала. Я такая, все, у меня даже чемодан есть, видите? Я сказала, мы с этим чемоданом видим весь мир. Я вот только прям. И, знаешь, стали появляться возможности. Только я сказала, только я купила, прилетела в Россию. И у меня такое шикарное предложение. Конечно, я сразу говорю, да. Да. Вот так. Путешествовать, выступать. У меня была такая вообще идея на круизах пузырить шоу-программой. Да. Вот. А ты знаешь, Танюш, когда я была в двух круизах, на меня обращали внимание и в первом, и в втором концертные директора программ. То есть я же девушка активная. Какие-то эмоциональные программы. Я там и станцую, и спою, и калинку спали шоу. И я пела в караоке. И сам капитан лайнера приходил послушать, ты представляешь? И ко мне подошла концертная директора, и она мне говорила, как вы красиво поете. Но я язык плохо знаю, я понимаю. А сказать-то не могу, как собака. Понимаю, сказать-то не могу. Ну, это да-да-да, это на этой фигуре вас. Понимаешь, короче, если сказать да, опять же, да, возможности. Если ты поставишь эту цель, пожалуйста, я же могла сказать. Они же думают, что я просто отдыхающая тетя Мотя, да, скрутшая, жена скрутая Магдака, да. А если бы я им сказала, ой, как бы я захотела бы вот у вас поработать, да, дарить вашим людям, туристам свое творчество. А почему бы и не, почему бы и не да. Да, почему бы и да. И очень важно, драгоценные наши, кто у нас сейчас с модой, учить языки. Испанские, английские, это так вам пригодится. Это просто ваш, знаете, такой джокер, когда вы достаете из карты, такой джокер, он вам пригодится вообще. И в отдыхе, и в работе, и чтобы о вас весь мир узнал, да. Точно, когда я поехала на Кубу, мы с мужем путешествовали раньше просто туристическими пакетами, да, мы поехали туда, и я стала учить испанский язык. Мне очень понравилось. Я вот, кстати, вот Маньянова, ты сегодня говоришь, да, я так, а, я знаю, завтра. То есть уже вспоминаю, хотя это было лет 10 назад, да. Так что нужно обязательно учить языки, ну или, по крайней мере, Google Translate переводчиком или Яндекс переводчиком пользоваться или держать его хотя бы рядышком. Точно, точно. Пожалуйста, Танюш, а какие твои планы, вот, большие мечты, может быть, на ближайшие лет 10? Давай десяточку возьмем на 10 лет. Я много взяла. Отлично, отлично. Ну, я хочу, чтобы мое праздничное агентство было одной из самых популярных в Европе, этой Канарской, острова Испании, Италии, да, ну вот близлежащих, чтобы прям узнавали. И чтобы была франшиза, да, чтобы тоже люди могли делать такие праздники, поставлять счастье, чтобы все шоу-программки там были, да, упакованы, пузырей, бумажное шоу, свадьба, да, чтобы где закупить, какие костюмы, ну вот, да. Я хочу как можно больше обучить мыльным пузырям артистов, ведь действительно мыльные пузыри — это счастье, и это еще с времен вообще до нашей эры, когда нашли фрески на египетских папирусах, когда мальчик выдувал мыльные пузыри, целая история. Но эфира не хватит рассказать все, да, с какого момента появились мыльные пузыри, но они поставляют счастье. Я хочу, чтобы как можно людей обучились этому шикарному жанру, да, и пузырили и радовали людей по всему миру. Вот. У меня уже есть такие ученики, они в России, я очень рада, они признательны, они выступают, я за них горжусь, и они делают крутые трюки с каждым разом, меня удивляют все больше и больше. Вот. Это же, конечно же, что касается моих шоу, да, ну и блистать, контракты мировые, выступать на лучших площадках города, да. И сделать шоу, если один из самых, ну, моих таких, да, любимчиков — это Пеп Боули. Он живет в Испании, он делает шоу в Порто-Вентурии, я имела счастье с ним увидеться лично, познакомиться. И он ставил шоу моему учителю мыльных пузырей, Виктору Артамонову, передаю ему тоже пламенный привет. И он поставил шоу «Клинк» совместно и по России выступает. Вот у меня в идее с Пепом Боуи поставить какой-то крутой такой тоже, вот именно театрализованный с мыльными пузырями, и именно тоже вот погастролировать с этим номером, да. Но это что касается моей праздничной индустрии, да, делать людей счастливее, да, во всех уголках этой планеты. Мне, конечно, я планирую покупку квартиры, да, чтобы она была в классном районе, чтобы она такая была вся такая прям классная, модная, стильная, да, прям мое такое райское гнездышко. Вот, конечно же, хочу с круизами, да, как там, амбассадор, хочу, да, путешествовать и поехать в Кругосветку, увидеть все вот 256 стран. Я вот живу в шикарном месте 5 лет до Наканажских островов. Я думаю, ну вот что-то еще такое вот, да, вот чувствую что-то вот для счастья еще, да. Я понимаю, что надо путешествовать, что реально вот в конце финала люди не вспоминают свои любитоны, свои айфоны, они вспоминают, сколько они вообще увидели уникальных мест в мире. И вот сейчас это вот тоже у меня прям number one, увидеть весь мир и дать людям возможность увидеть весь мир вместе. Вот. Ну и главное здоровья моим любимым мамолечке-паполечке, моей семье, чтобы чаще приезжали в гости, да, вот. Ну, конечно, благотворительные, чтобы церковь Тенерифе у нас православная, сейчас на строительстве, хочу, чтобы она завершилась, да, помогать, тоже благотворительные участвовать, вот. Ну и делать этот мир лучше. Кто как не мы, у нас один шанс, жизнь дается один раз, и это не черновик, мы пишем ее, да. Проживать, жить настоящими радостями, дарить людям это счастье. Конечно же, в перспективе семья, детки, вот. Ну и мир во всем мире. И, кстати, вот один из вопросов, Анечка, да, что моя мечта в детстве, да. Мама мне недавно вот буквально прям сказала, что говорит, Танюшечка, ты помнишь, говорит, ты всегда говорила, вот бы лето круглый год, вот бы лето круглый год, вот бы лето круглый год.